Киоск на улице Мариса Тереза в Самаре. На вывеске крупными буквами «Закусочная». Но торговали здесь, как выяснилось, не только закуской, но и выпивкой. В ходе рейда полицейские изъяли несколько сотен литров пенного напитка. Хозяйка ларька ошибается. По закону, вступившему в силу в январе 2013 года, продажа алкоголя, в том числе и пива в нестационарных объектах запрещена. В считанные минуты киоск цепляют краном и увозят на спецстоянку, а на предпринимателя составляют протокол. Та же участь ждала киоск на аэродромной, в котором тоже незаконно торговали алкоголем. В прошлом году отсюда уже убрали более 20 незаконно установленных киосков. Мы уберем до 6 мая все киоски, которые существуют здесь. Независимо от того, кто бы не способствовал тому, чтобы они продолжали стоять. Мы это сделаем путем нашей воли, и характером. Заведения, торгующие алкоголем в жилых домах, тоже ждут перемены. Их будут перепрофилировать. Александр Ратников шагает в ногу со временем. Раньше он держал рюмочную, теперь здесь торгует текстилем. Надоели уже эти проблемы, все остальное, то есть и проверки, и все, и мы решили перепрофилироваться спокойно, нормальных, то есть хороший бизнес. Уже 3050 рублей выручка за час. Торговые сети просто перепрофилировались. И сегодня здесь чисто, спокойно, и сегодня они видят здесь граждан, а не люмпинов и маргиналов. И так мы сделаем со всеми первыми этажами. Кто нас не поймет, мы заставим и найдем возможность их переубедить. Местных жителей такое решение радует Нина Липенского, не скрывает эмоций. Мы так обрадовались, ну наконец мы вздохнем. Мы очень рады. Я думаю, что здесь все это приживется. До 6 мая в Самарской области планируют убрать почти 90 незаконных киосков. Кроме того, Сергей Солодовников планирует встретиться с самарскими предпринимателями и обсудить с ними вопросы перепрофилирования. Павел Баймаков, Станислав Левин. События.